Девушки отдыхают В последние 8 лет занятия в небе провела Барнаульская летная школа. Как мечта стала реальностью? Такая радость, такая гордость за себя, что ты сам первый раз сам летишь. Фестиваль имени Роберта Рождественского стартовал в Алтайском крае. Почтить память поэта приехали именитые гости. Это информационный канал «Город» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Сильная жара в Барнауле продержится до 20 июня, обещают синоптики. В эти дни горожанам наверняка захочется охладиться у водоема. Хочешь отдохнуть у воды – плати. Даже там, где еще прошлым летом вход был бесплатным. На наш телефон доверия позвонила жительница Барнаула Арина. Накануне, чтобы попасть на пляж Озеро Пионерское, ей пришлось купить билет. Наш корреспондент Алексей Янкин разбирался, в чем дело. На Озеро Пионерское мы приехали вместе с Ариной. Накануне отдых девушки был испорчен тем, что за вход на местный пляж ей пришлось заплатить. Ошибки быть не может. На проходной и сегодня нам предложили оплатить посещение. Здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, как на пляж попасть? У вас что, платно это или как? Да, билетики такие. Это не пляж. Арина говорит, что всегда купалась здесь бесплатно. На уютный водоем у кромки Соснового бора был доступен всем желающим. Окурки в песке, отсутствие зонтиков, стаи комаров. И за такой сервис, спрашивает молодая мама, теперь нужно платить? Этот вопрос задает новому владельцу водоема Владимиру Саковикову. В любом случае мы приходим с детьми, почему нет спасателей? Это платный парк, если вы говорите. Вот у нас спасатель. Где и вчера не было. Вот он был. Ты врешь ты. Не ври. Не ври, я тебе говорю, я вообще с берега не отхожу. Видно, что руководству пляжа или кемпинга, как его тут называют, есть над чем работать. И дело не только в персонале. Владимир и сам это понимает. Говорит, только начали запускаться. А потому проколы случаются. На самом деле вход вроде бы не так дорого, 50 рублей. Но на самом деле было приятно сюда ездить, когда он был бесплатный. Вот здесь очень хорошо, хорошая природа. Озеро здесь, ребятишки, мамочки очень часто любят здесь бывать. Я думаю, что надо сделать здесь бесплатный вход. Тем более, что таковых условий здесь нет. 15 метров, это считается государственным. Это не частная собственность. Вот после 15, пожалуйста, деньги берите, кемпинги ваши, они платные. Потому что это дальше от воды 15 метров. А вот 15 здесь я имею право бесплатно заходить, лежать и смотреть на воду. Это по закону. Владимир поясняет, эту территорию его компания арендовала у края несколько лет назад. За это время расчистили дно, установили гидрозатворные механизмы, разровняли берег. И много чего еще сделали. Большая часть работ рядовым горожанам просто не видна. Я отношусь к этому очень нормально. Есть чем заниматься здесь. Но у людей вот это еждивенческое настроение, что ты пришел, и кто-то тебе что-то тут должен. Тут никто ничего не должен. Здесь вложены огромные деньги в это озеро. 18 миллионов рублей, продолжает Владимир, понадобилось, чтобы довести озеро до ума. Когда водоем заработает в полную силу, он может стать любимым местом отдыха горожан. Причем как летом, так и зимой. В этом году я здесь первый раз, но в прошлом году, в позапрошлом, мы постоянно, чуть ли не каждую неделю сюда ездили. Но раньше народа было намного больше, наверное, в связи с тем, что оплату ввели. Но в то же время это нравится, потому что меньше народа будет, так сказать, меньше всяких алкашей. Сейчас, когда ввели плату, здесь появились охрана, здесь появились работники, которые собирают за нас этот мусор, которые прибирают. Здесь стало гораздо чище. Лично для меня 50 рублей отдать, это деньги очень и очень небольшие. Поэтому я отношусь к этой инициативе благосклонно. Купаться на Пионерском сейчас нельзя. Вода еще не прошла проверку. Зато рыбачить и принимать солнечные ванны можно. Получить добро на купание от контролирующих органов руководство пляжа намерено в ближайший месяц. Впрочем, как и поднять сервис, а также культуру обслуживания. Ну а что касается платы за вход, то, как нам пояснили в отделе водных ресурсов администрации края, в данном случае новый владелец имеет на это право. Мы будем следить за развитием ситуации. Алексей Янкин, Алексей Фризин, информационный канал «Город». А между тем, городской пляж на острове Помаскин уже готов к приему отдыхающих. Сегодня инспекторы ГИМС проверили его на безопасности и соответствия всем нормам. Итоговое заключение – купаться можно. Дно здесь пологое, а место для купания огорожено буйками. Есть профессиональные спасатели. Отдыхать на пляже разрешено уже сегодня, на его официальное открытие состоится завтра. Водные инспекторы просят помнить о мерах собственной безопасности, не купаться в алкогольном опьянении, не подплывать близко к баржам и кораблям, не оставлять детей без присмотра. По другим темам главных кандидатов от партии власти на выборы в город Дума определили накануне в Барнауле в первую тройку списка «Единой России» войдут глава города Сергей Догин и депутаты Сергей Завалехин и Марина Ермоленко. На заседание единороссы внесли предложения в программу местного отделения на предстоящие выборы. Основные направления, по которым намерены работать партийцы, модернизация школ, поддержка пенсионеров и ремонт дорог. Особо глава администрации Барнаула Сергей Догин отметил проект в сфере ЖКХ, в рамках которого партийцы планируют контролировать тарифы на коммунальные услуги и защищать интересы потребителей. Других кандидатов на выборы в город Думу будут утверждать на конференции регионального отделения «Единой России» 14 июля. В данном списке не только члены партии. В нем присутствуют и сторонники партии, и беспартийные. То есть это действительно лица, которые на сегодняшний день глубоко заинтересованы развитие краевой столицы, Алтайского края, развитие города Барнаула. И мы не сомневаемся, что в случае их избрания они уже в составе Барнаульской городской думы совместно с администрацией города будут реально, конструктивно, слаженно работать Важная информация для тех, кто пользуется общественным транспортом, в частности трамваями. В Барнауле на две недели закроют на ремонт перекресток Молодежный и Красноармейского. Сегодня с 8 часов вечера ограничат движение сразу двух трамвайных маршрутов. Номер 1, следующий от Докучаева до Площади Свободы и номер 4, от 1-го депо до поселка Восточный. Движение трамваев по маршруту номер 7 сохранится, но ходить они будут по измененной схеме. С Антона Петрова на телефон, но оттуда на улицу Советской армии, проспект Строителей, Челюскинцев, улицу Анатолия, проспект Красноармейский, далее по маршруту. Открыть трамвайный переезд обещают 1 июля. Барнаульские ученые и краеведы требуют от городских властей прекратить коммунальные работы на месте обнаруженного в центре города старинного кладбища. Напомним, костные останки были найдены при проведении работы на пересечении улицы Ползунова и Социалистического проспекта во время ремонта трубопровода. Инициативная группа обратилась к чиновникам с просьбой обеспечить археологам доступ к захоронениям. Представители власти, в свою очередь, пообещали решить вопрос, но распоряжения при остановке ремонтных работ до сих пор не было. По словам очевидцев, на древние могилы уже покушались мародеры. По мнению специалистов, на территории необходимо выставить охрану. Сейчас ученые спорят о давности найденных могил. По одной из версий, это еще более древнее кладбище, чем то, где был захоронен Иван Ползунов. Это еще более древнее кладбище. Это, может быть, самое древнее захоронение вообще на территории Барнового. У меня подозрение, что это еще первые демидовские рабочие, которых сюда пригнали строить завод. Это еще до Бэйровских времена. Там гробы, они такие, знаете, как вот, ну, не так, как, скажем, сейчас. Там очень толстые доски, которые, ну, тогда тесали топором, то есть там тоньше не вытешешь. Единственное, что я нашел, это вот гвоздь. Ну, и то я его в эту коробочку положил. Больше у покойников ничего нету. Ну, вот из того, что... То есть это достаточно бедное захоронение. Косить нельзя, оставить. Знаки припинания в этом предложении, где подлежащая конопля, расставил закон. Пока трава не дала плоды, которые используют наркоманы, в крае начали уничтожать посевы. В Барнауле опасный сорняк вышли искоренять сотрудники полиции и дружинники. Чтобы наркотическое растение не выросло на этом месте вновь, землю опрыскивали специальными химикатами. За несколько часов было обработано полгектара. Хозяевам земельных участков стоит помнить, несвоевременное уничтожение конопли грозит штрафом и даже уголовной ответственностью. Обо всех точках незаконного выращивания макой конопли или диких плантациях можно сообщать в дежурную часть по телефону 02 с мобильного 020 или 128. К новостям культуры. На Алтае стартовали рождественские чтения. В этом году они переросли в полноценный фестиваль. А в молодежном театре на этой неделе закрыли творческий сезон. Об этом и не только расскажем я и мой коллега Кирилл Политов в рубрике «Окультуриваемся». Здравствуйте! Начнем с главного культурного события недели. На Алтае стартовали рождественские чтения, с чем я нас всех и поздравляю. В этом году они еще и юбилейную нашему земляку поэту Роберту Рождественскому исполнилось бы 85. На торжества собираются именитые гости, например, Тамара Гверцители, Максим Аверин и Александр Маршалл. Наши артисты тоже не остались в стороне. Например, симфонический оркестр Краевой филармонии дал весьма необычный концерт под открытым небом. Играли на улице на площадке перед театром драмы. К выступлению присоединился известный баритон, заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев. Программу назвали «Притяжение земли». За основу взяли известные стихотворения Роберта Рождественского. Например, «Мгновение от зари до зари» – песня о далекой родине. Играть на открытом воздухе признались музыканты гораздо сложнее, чем в зале. Здесь плохая акустика и посторонние уличные звуки. Однако задачи, судя по реакции публики, справились на отлично. Далее торжества продолжатся на родине Роберта Рождественского в селе Косиха. Там ожидается не менее интересная программа. И в выступлении известного певца Александра Маршала завершится праздник салютом. Сможет ли Рождественский фестиваль по популярности догнать Шукшинский, пока никто из организаторов сказать не может. Ясно одно – этот праздник всем нужен, ему быть и в следующем году. «Быть и библиотеки под открытым небом» – это новый летний проект «Шишковки» и парка «Солнечный ветер». Разместили небольшую выставку нот и пластинок. Так, скажем, подкрепили экспозицию своим выступлением ребята из клуба авторской песни «Лесовичок». На ваших экранах концерт в исполнении юных музыкантов. «Оть, два, руки, ноги, голова, душу выдуваем ртом, поднимая пыль, столбом». Для тех же, кто только мечтает научиться играть на гитаре, лидер коллектива «Горизонталь» Павел Ладыгин поделился с публикой своим опытом и показал несколько простых аккордов. Вечер продолжили танцами. Тут уже публика старалась освоить азы жаркого аргентинского танго. В библиотеке планируют продолжить такие летние выездные экспозиции и мастер-классы. Напомним, место встречи парк «Солнечный ветер» в ближайшую среду обещают научить всех желающих, как ходить конем. А вот молодежный театр «Алте» позже других театров Барнаула закрыл свой творческий сезон детским спектаклем. Для юных зрителей подготовили несколько сюрпризов. Например, ребята могли попробовать себя в роли актеров. Давайте вместе посмотрим небольшой репортаж. Этот день для ребят из поселка Бельмесева был особенным. Там, где они живут и учатся, нет театров. И щелкунчик стал для них настоящим праздником. После спектакля юным зрителям предложили пройти на сцену. Для них подготовили небольшую экскурсию. Школьникам показали, как работают механизмы сцены, предложили примерить костюмы актеров и сфотографироваться в таких вот образах. Но больше всего ребят заворожил театр теней. Буквально каждый хотел пройти за волшебный занавес. Давайте, кто у нас в мышке? Выходите на первый план. Дети не стеснялись своих эмоций. Задавали разные вопросы. Многих, например, интересовало, как на актерах держатся усы и не спадает ли во время выступления парик. Мне понравилось, когда мы заходили за вот этот занавес. И там было, кто стоял тут, было видно на нас большущих. Молодежный театр Алтая закрыл свой 59-й творческий сезон. Следующий юбилейный стартует в сентябре. Правда, каким спектаклем порадуют зрители, еще не определились. Юлия Евграфова, Андрей Печеркин. Специально для Окультуриваемся. Вот такой приятный подарок сделал театр своим зрителям. Сезон в МТА закрыт. А вот художественный музей будет работать все лето. На этой неделе там презентовали новую выставку четырех московских художниц. Называется «В моем саду». Цветочные пейзажи как будто собраны из мелких кусочков. Глядя на эти работы, сразу поднимается настроение. Тюльпаны, залитые солнцем, способны вызвать улыбку даже у самого хмурого зрителя. Четыре автора, четыре разные манеры письма. Одна художница рисует крупными смелыми мазками, другая предпочитает спокойные оттенки. Третья подражает Ван Гогу. Картина четвертая похожа на мозаику. Выставка работает до 25 июня. Сотрудники музея говорят, в летний каникул главные посетители – дети. И они в восторге. А дети, они же очень эмоциональны. Они эмоции свои сразу выражают. Ах, как красиво, ах, как здорово. А потом, когда заходят в тот зал, а там огромные цветы, огромные работы с цветами, так там вообще ах. В завершение наша постоянная рубрика «Свободный микрофон». Его подхватила сегодня Юлия Евграфова. Она прочтет стихотворение Анны Ахматовой. Ты выдумал меня. Такой на свете нет. Такой на свете быть не может. Ни врач не исцелит. Ни утолит поэт. Тень призрака тебя и день и ночь тревожит. Мы встретились с тобой в невероятный год, когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре. Все никло от невзгод, и были свежи лишь могилы. Без фонарей, как смоль, был черен Невский вал. Глухонемая ночь вокруг стеной стояла. Так вот, когда тебя мой голос вызывал, что делала, сама еще не понимала. И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом, по осени трагической ступая в тот навсегда пустошенный дом, откуда унеслась стихов казненных стая. Напоминаю, телефон редакции 722-440. Свободный микрофон ждет, а мы ждем в следующей пятнице. Будем вновь оккультуриваться. До встречи. Пока. Продолжаем выпуск. Лето – это маленькая жизнь. Сделать ее яркой детям с ограниченными возможностями помогают активисты Центра социальных инициатив «Алтай-Парус». Они устроили праздник для маленьких парнаульцев. Для Олеси сегодня необычный день. Пожалуй, в отличие от большинства своих сверстников, она впервые играет в боулинг. Ей это дается чуточку труднее, но девочка не сдается. Готова побороть и соперников, и свой недуг. Мне нравится очень сильно. Интересно, весело. У меня тут была одна классика и подруга. Я с ними в одной команде. Очень нравится кидать шары. Натренируюсь. И когда-нибудь собью все кегли. Вместе с Олесей на праздник пригласили 40 детей. Но особенно благодарны за такой подарок родители. Говорят, такие праздники творят настоящие чудеса, позволяют запахнутым детям раскрыться. Это очень необходимые праздники, очень важные для наших детей. Основная задача, чтобы наши дети могли социализироваться и находиться в обществе. Не бояться, когда много людей. Не бояться общаться. Не бояться знакомиться. Здесь буквально попадают в сказку. Поиграть с любимыми героями мультиков мечтает каждый ребенок. Но для этих деток это еще и редкая возможность пообщаться со сверстниками. Страшные диагнозы лишают их самых обыкновенных детских радостей. Центр социальных инициатив «Алтай Парус» регулярно проводит праздники для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы очень хотим, чтобы лето деток было действительно по-настоящему ярким. Чтобы они поиграли в боулинг, в игровые автоматы. Чтобы они смогли погрузиться в сказку, которую мы для них сегодня создаем. Праздник для детства, мне кажется, это абсолютно естественное состояние. И чем больше таких мероприятий будет в нашем городе, тем лучше. Дети заслуживают радости. Здесь уверены – хорошее настроение, детский смех – волшебное лекарство. София Кондратьева, Александр Антропов, информационный канал «Город». На шаг ближе к мечте пять алтайских парней, курсантов школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, накануне совершили свой первый полет. Событие частного порядка стало знаковым для всего учебного заведения, поскольку это первое занятие в небе, которое проводит летная школа за последние 8 лет. Почему так происходит? Как стала возможна эта тренировка? И чем она запомнится? Расскажет Елена Макаренко. Старенький Як-52 снова в строю. И на этот раз он не сдан для коммерческих полетов. За его штурвал сядут те, для кого он предназначен в первую очередь – курсанты летной школы-интерната. О самостоятельном полете поделились ребята. Они грезили и наяву, и во сне. Но сначала для каждого пилота – персональный инструктаж. Так, ноги пока к чашке сидения и по бортам расставь. Потому что троса будут ходить, ручка будет ходить. Чтобы не мешать. Связь со мной. Вот это сектор газа. Двигать никуда не надо. Только положить руку, большим пальцем нажать самолет на переговорное устройство. Нижнюю кнопочку. Нажал, сказал, отпустил. Реальный самолет – это не тренажер и авиасимулятор, на которых два года обучались ребята. И хотя они наизу и знают, как устроено авиасудно, практических навыков нет. Поэтому первый полет только вместе с инструктором. Леня, как меня слышно? Хорошо. Понял. Отвинтай! Каждый из парней в небе всего 20 минут. Три минуты доверяет управлять самолетом без участия инструктора. Справился, значит, начинающего летчика можно испытать и при выполнении фигур высшего пилотажа. Разные виражи, перевороты, петля, бочка и, конечно, самое сложное – штопор. Еще 20 лет назад, ностальгирует инструктор, алтайские курсанты могли обучиться этому в родном небе. Раньше мы начинали с курсантами ранних возрастов. Это в Советском Союзе 9-й и 10-й класс. Они зимой у нас занимались, а на летний период, на три месяца, их выводили на сборы. За лето они налетывали по 45 часов. По-моему, 95-й год все пошло на убыль. Лет 5 они вообще не летают. Как позже уточнит директор школы, не 5, а целых 8 лет. И это боль для наставников. Они убеждены – настоящий летчик рождается в небе. Но на это денег нет. Вот и приходится на практические занятия то родителям скидываться, то обращаться к неравнодушным землякам. К примеру, полеты для пяти этих парней оплатил фонд Александра Прокопьева. Александр Сергеевич Прокопьев был у нас в школе с космонавтом. И, ну, я так скажу, не то что наглости набрался. Ну, подошел, сказал Александр Сергеевич. Для стимула бы, конечно, не мешало. Ну, давай, говорит, пяти лучшим пацанам по одному полету сделаем. Александр Сергеевич, спасибо от пацанов, от меня лично, от администрации школы. Есть выражение – мужик слово дал, мужик слово сдержал. В пятерку счастливчиков попали лучшие выпускники этого курса. Все курсанты, стипендиаты премии Героев Советского Союза. К тому же четверо из них – претенденты на золотую медаль. Но парни признались – больше этих наград они рады реальному полету. После приземления глаза светятся от счастья, эмоции переполняют. Хочется еще раз. На самом деле. Такая радость, такая гордость за себя, что ты сам первый раз сам летишь. Очень счастлив, безусловно. Один, как сказать, поворот ручки, ты уже в другом положении совсем оказался. Не очень тяжело, но классно. Больше всего от штопора, конечно, кайфанул. После полета парни еще долго обсуждают между собой, как ориентироваться на горизонт, правильно напрягать пресс во время переворотов и другие приемы летчиков. Все это им пригодится. Они, как и еще половина из 113 выпускников этого курса, жизнь намерены посвятить авиации. В ближайшие дни многие из них разъедутся по городам поступать в летные училища. Да вы знаете, я даже сам чувствую огромное удовлетворение, глядя на их лица, такие счастливые, когда они после полета выходят. Я понял уже, этот парень не свернет с пути. Он выбрал цель, он будет к ней идти. Сотрудники летной школы не теряют надежды, что когда-нибудь Барнаул снова станет кузницей авиационных кадров. При этом они добавляют, профессиональными пилотами становятся только в небе. Елена Макаренко, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Немного о спорте. Чемпион мира Сергей Шубенков вновь покажет себя в деле. На этот раз в столице Швеции, Стокгольме. Там пройдет один из стартов коммерческой лиги. Посмотреть забег нашего земляка можно будет в это воскресенье в 22 часа 18 минут по местному времени. Прямая трансляция будет идти лишь в глобальной сети на официальном сайте турнира «Бриллиантовой лиги». Сейчас Сергей уже находится в Стокгольме. Это будут его третьи международные старты после вынужденного перерыва в полтора года из-за допингового скандала. Так в Шанхае Шубенков был пятым, в Риме уже третьим. Главная цель на этот год – чемпионат мира в Лондоне. Старты в «Бриллиантовой лиге» по заверениям тандема Шубенков-Клевцов – лишь один из этапов подготовки. Итак, не забудьте, в воскресенье в 22.18. Ну а сегодня в 21.00 не пропустите тематический выпуск «Камеди Клаб» на ТНТ. Резиденты будут шутить о Кубке Конфедерации, обо всем, что касается футбола. Сразу после смотрите первый сезон юмористического шоу «Талантов» «Открытый микрофон». О погоде в Барнауле вновь будет ясно. Ночью до плюс 20, днем 33 градуса тепла. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова